В эти выходные в Салихарде состоялся третий зональный съезд добровольцев Ямала «Вертушка». В нем приняли участие волонтеры из окружной столицы, города Семилиственница, а также Ямальского и Приуральского районов. Для ребят были организованы практические мастер-классы и танцевальные поединки. За происходящим наблюдала и наша съемочная группа «Репортаж Дарьи Самородовой». В этом году «Вертушка» собрала более ста ямальских волонтеров. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Представители добровольческих организаций съехались с одной общей целью – чтобы пообщаться и обменяться опытом. Я приезжаю сюда, как и все остальные, хотя бы для того, чтобы получить больше знаний и какие-то лайфхаки по поводу того, как сделать мир лучше, или как общаться с людьми, которые очень замкнуты в себе или которые с ограниченными возможностями. Ну и вторая задача – это также показать себя. То есть мы не только берем от кого-то для себя знания, но и делимся своими знаниями с другими. От этой «Вертушки» я ожидаю очень много позитивных эмоций. Хочу узнать много о других ребятах, о других поселках и узнать очень много интересного от организаторов. Тема третьего добровольческого съезда – событийное волонтерство. Им предстояло узнать много нового и интересного. В программу мероприятия включены образовательные тренинги. Представители волонтерских объединений могли не только участвовать в мастер-классе, но и проводить его. Лабытнанцы приехали на слет, как говорится, не с пустыми руками. Наш мастер-класс называется «Формула успеха». Мы помогаем ребятам определиться с тем, что такое успех, создать свою личную формулу и исследовать по ней в течение жизни, возможно. Или просто, чтобы они хотя бы знали и имели представлять, что это уже такое успех. День для волонтеров выдался насыщенным на события и мероприятия. Кроме мастер-классов их ждала увлекательная беседа с представителем экологического движения «Зеленая Арктика» Дмитрием Голиковым. Он принимает участие в экологической экспедиции по очистке острова Белый. Дмитрий рассказал ребятам, как можно получить шанс стать участником проекта и посетить остров. В 2016 году этот проект будет продолжаться. Он будет проходить в летний период. К сожалению, хочу немножко вас разочаровать, потому что туда берут только ребят, достигших совершеннолетия. И не берут девушек на этот остров. Но в любом случае у вас есть шанс прикоснуться к этому проекту. После теоретической части молодежь приступила к практической. Они отправились в увлекательное путешествие по таким направлениям, как городские празднования, работа со средствами массовой информации, транспорт и логистика, безопасность жизнедеятельности и этический кодекс добровольца. Из-за включения волонтеры попробовали сами выступить в качестве организаторов самой вертушки Кокзонального съезда добровольцев Ямала. Дарья Самородова, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».